Всем привет! Я кручу вело, я только недавно проснулась, у меня сегодня кардио, как обычно, собственно, с утра пораньше. Привет-привет! Ну что, ребятки, как у вас там с новым годом дела продвигаются? Нет, я выпила протеин, выпила БЦА и вот сейчас я кручу вело. Привет-привет! А то меня все потеряли в перископе, честно говоря, что-то такая замученная, уставшая, нет времени вообще ни на что в последнее время. В последнее время время нет. И, конечно, некогда мне в перископ выходить. Особо куча дел всяких дел. После силовых, ну, делайте, не знаю. Хотите, делайте. Да, я достаточно быстро кручу. Какой у меня рацион на новогоднюю ночь? Значит, рацион у меня обычный, наверное. Не, ну я не буду есть какие-то очень вредные продукты. Привет-привет! Я не буду есть какие-то очень вредные продукты, там майонезные, какие-то там эти, ну, вот эти традиционные. Да, я, конечно, их кушать не буду. Это сто процентов. Я, конечно, позволю себе там больше, чем просто какие-то грудки. Не знаю, может быть, какие-то мясо, гриль, там, что-то, что-то такого плана. Поэтому, поэтому я, как бы, не планирую, как какую-то обжираловку, там, я не пью алкоголь, поэтому мне как-то без разницы. БЦА и карнитин. Ну, что-то я не пила просто. Ну да, выпивайте. БЦА, карнитин. Аксандролон для девушек. Девчонки, меня вот одно непонятно. Приходят ко мне девочки и говорят, я целых три месяца занимаюсь. Я принимаю ановар или аксандролон. Я на нее смотрю, там мышц нет еще. Какой аксандролон? Я вообще не понимаю. Я даже не понимаю, даже если есть какое-то употребление фарма, то оно должно быть оправданно. прежде всего основа. Это питание и тренировки, а потом уже все основные. А девки как делают? Им кажется, что если они какой-то борщ себе закинут внутрь, заколят, нажрутся, то у них будет охеренная форма. Конечно, это все фигня полная. Посмотрите, я знаю кучу девочек, которые жрут фарму, и они выглядят не очень хорошо, не занимают никаких мест. Также я знаю девчонок, которые ничего не употребляют и занимают очень хорошие места. Основа это тренировки и питание, а все остальное это уже как бы, ну, как сказать, на вашей совести вспомогательное что-то, да, но это должно быть совсем, скажем так, вот есть сто процентов составляющих успеха. Это может быть там пять процентов от ста, а девочки переносят это там, не знаю, что это 50 процентов успеха. Конечно, безусловно, это нет. Надо пахать, надо следить за едой, а потом уже все остальное, если вам это так очень хочется. Ну, что, как я отношусь? Я любое вмешательство в организм, любое вмешательство в организм препаратов гормональных или прогормональных, они не проходят без следа для женского организма, вы должны это понимать, поэтому выбор за вами. Я не считаю, что бикини это такая форма, которая какая-то прям космически недостижимая, да, поэтому, как бы, ну, чего вся-то покажись, тебе иди в стриптиз-клуб и смотри там всех, чего я тут вообще разговариваю, я тут не показываю. Так, ой, что у нас сегодня за нашествие каких-то гостей в нецелевой аудитории? Какие-то другие люди совсем приходят. Какие города посетишь в ближайшее время? В ближайшее время я посещу город-герой Сент-Морис, где я героически прокачусь на лыжах и буду дышать воздухом свежим, наслаждаться католическим Рождеством. Да все в блоке уже, конечно. Все уже давно в блоке. Подарочки всем купила. Все у меня лежит уже давно. Да, у меня кардио дома, у меня дома велик. Я выкручу. Так что вот так. Ребят, в Москве все только после Нового года. И вас тоже с наступающим, тоже всего хорошего. В Москве только после Нового года я буду. Ну, как бы какие-то движения, там семинары, мастер-классы, все остальное только после Нового года. Ролики позинга. Конечно, будут, но чуть попозже. Чуть попозже, потому что сейчас Новый год, все заняты своими делами, я улетаю. Поэтому нету времени сейчас. Да и сейчас никто не придет, потому что все тоже занимаются своими делами. Никто... Все стоят в пробках. У людей просто нет времени на всякие семинары, позинги. Я, конечно, могу организовать, но придет очень мало людей. Это факт. Многие вообще улетели уже. Спят за первое место. Это вообще глупость. У меня есть любимый мужчина, с которым я уже 3 года, и я ему не изменяю. И он как бы болеет за меня. Он приходит на соревнования какие-то, которые, если я где-то в Москве или в России выступаю, он следит. И я не знаю, но это даже смешно. Многие девочки вообще замужем. Почему думают, что там кто-то с кем-то спит? Неужели это... Да ну это бред, это школота какая-то придумала, ерунду какую-то вообще. Это смешно даже комментировать. Эти бредни из групп ВКонтакте, где сидят одни прыщавые школьники, и от своей ущербности и чувства нереализованности и зависти придумывают какую-то фигню. Причем эти люди... Вы спросите их, вы хотя бы раз были на соревнованиях? Они вам скажут нет. Или там где-то были на последнем ряду, и ручкой помахали флажком. Поэтому люди, которые только изнутри это знают, там внутри, в этой системе присутствуют, вы их спрашиваете. Можно что-то купить? Можно с кем-то переспать за место? Послушайте, да сейчас, мне кажется, дефицита в женском внимании и в женской ласке вообще никакого нет ни у кого. Неужели кто-то за секс будет что-то давать и рисковать своими, например, должностями? Вы представляете? Я вообще не представляю. Я таких людей не знаю. Правда. Поэтому это, по-моему, очень глупо. Девушек куча красивых. И есть девушки, которые, в конце концов, за какие-то деньги это делают. И можно пойти, да куча кто-то просто по любви. Поэтому можно просто пойти и девушку не из бикини, а просто с улицы познакомиться и сделать свое дело. Зачем ему нужно брать девушку со сцены, что ему приспичило, что ли? Именно эту девушку, что у нее там золотые ворота, что ли? Бред такой вообще. Да ну ерунда, школьники придумают, даже смешно комментировать. Да я вообще старая больная женщина, кому я нужна, господи. Это вообще смешно. Так, суставные препараты, ничего я не делаю, потому что у меня суставы не болят. Ничего не болит у меня. Нет, ну серьезно, как будто там мне... Как будто прям приспичило. Я вот еще, не знаю, мне кажется, это уже прошло. Может, в советское время это и было, когда у нас секса в стране не было, и все были неприступны. А сейчас, мне кажется, такие девушки развратные. Вообще смотришь, ходят, как срептизерши полуголые. По-моему, они вообще готовы на все и за все и вообще. Это как я старушка, знаете, на лавочке. Бухчу, вот я сейчас так же. Я уже старенькая. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, молодежь. Молодежь. Вот что творится. В нашей молодости так не было. Сами прыгнут, это точно. У меня сейчас, я говорю, у меня молодого человека моего, девчонки, он рассказывает, на светофоре обгоняют и сами, типа, знакомятся. Вид, машина хороший, обгоняют, окно открывают и подмигивают, типа, не хочешь познакомиться? Ну, это вообще финиш. Да, девчонки сами гоняются, там что-то знакомятся. Поэтому, вот так вот. Я уже блокирую, не переблокирую просто. До 23 лет. Какая еда, какие занятия, господи. Вот это вопрос, давненько мне такого не задавали. Еда низкокалорийная, занятия высокоинтенсивные. Я сейчас делаю все с маленькими весами, потому что я достаточно большая для бикини. И тренер мне говорит, что мне большие веса не нужны. Поэтому я, в основном, много повторки сейчас работаю. И веса небольшие, там, 30-40 килограмм максимум, больше не беру. Кофе тренер разрешил две чашки в день, все. Больше не разрешает. У меня есть новости, у меня другой тренер теперь. У меня новый тренер. Но я думаю, что его личность будет тайной до соревнований. Потом все узнают, кто это. А может быть, раньше узнают, я не знаю. Мне надо с ним посоветоваться. Пока мы решили не рассекречиваться. Новый тренер, все его знают, поэтому... Но для многих это, конечно, сюрпризом будет. Почему сменил? Ну, скажем так... Я даже не знаю, я ни с кем не ругаюсь. Я не хочу ни говорить ни у кого плохого. Я очень хорошо отношусь и со всеми общаюсь, со всеми дружу. Но просто в какой-то момент подготовки практически не стало. То есть мне никто не готовил. К миру я вообще сама готовилась. Особые рекомендации только какие-то общие были. А мне нужно, скажем так, подробный план. Чтобы это было по граммам все написано. Че, сколько, куда. Вот. Я просто не люблю, когда человек пишет там себя тренером, а не готовит меня. Ну, образно, да. Мне это... Мне надо... Я такой человек, хаотичный немножко в этом плане. Если у меня нет плана, я могу налажать. Если у меня план есть, то я буду четко по плану. Вот есть план, у меня расписано все на бумажке. Сегодня я ем 200 грамм того, сегодня 300 грамм того. Сегодня я делаю там руки, грубо говоря, там с плечами делаю. Кардио. Это я вот все. Я человек плана. Мне нужен план. И вообще по жизни мне нужен план. Я планирую там на неделю, на две вперед. У меня четко всегда все дни расписаны. И когда я выбиваюсь из плана, у меня паника. Я человек вот, ну, помешан на этом. Есть просто люди, которые там проснулись и говорят, ой, что бы мне сегодня поделать. Я поделаю вот это. Я все. Я не могу так жить. Для меня это просто кошмар. Мне нужен план, план, план. Четкий. Поэтому просто тренера мои там, Люда с Артем, они как бы хорошие ребята. Все у них. Но у них народу, во-первых, все больше становится. Внимания все меньше. Плана никакого нету. То забыли про меня там. Ну, не то, что забыли. Дел просто много своих там, грубо говоря, да. То вспомнили мне этот вот как бы. А я от этого начинаю. У меня дискомфорт из-за этого. И как бы мы как-то вместе договорились. Я никто ни на кого не обижается. Я просто с человеком, которого они очень хорошо знают. Он меня готовит теперь. Его, в принципе, многие знают. Все практически знают. Поэтому он меня готовит. Все дружат, все общаются. И мы как-то поговорили. Никто не обижается. Все хорошо. Вот. Поэтому вот так вот. Нет, бегать нельзя. Если диски сели на позвоночнике. Я вообще не бегаю. Ну, вот сейчас я не замеряюсь. У меня 164 рост. Где-то 92. Грудь, талия где-то 62. Бедра 90-92. Это вот примерно сейчас. Может быть, талия до 64. Ну, как бы. Я же сейчас кушаю. А вообще, когда я выхожу на сцену. У меня бедра где-то 89-88. Ну, грудь не меняется. Субы 90-92. А талия где-то 60-62 максимум. Ну, 60. Я, честно, не замеряюсь. Я примерно так. И редко очень. Ну, да. Кардио средняя интенсивность. Где я работаю? Я работаю фасовщиком в магазине Пятерочка. В бодифиденесс не планирую. Вот. Поэтому вот так вот. А есть... А как похудеть? Ну, а что, ходить нельзя быстрым шагом, что ли? Я не понимаю. Или скрутить велосипед, крутить. Обязательно бегать, что ли? Что, кроме бега нету, что ли, кардио больше? Да все, что угодно можно делать. Купальники шью. Сейчас одной девочке, вы ее не знаете, она мне шила два купальника. Они еще без страз. Стразы я сама буду клеить. Мне нравится клеить стразы. Да, скакалку, наконец. Но если коленки болят, то скакалка тоже отменяется. Вот чек, беда. Вот чек, коленки болят. И вам хорошую, да, тоже. Не, я беру холодную фиксацию и специальный клей для страз. У нас специальный пинцет, это все продается. И это перед телевизором за два вечера себе купальник полностью застразиваю. Мне нравится. Я сижу и как бы для меня это как, вот эти некоторые вышивают, некоторые это. Я могу отдать шевье, чтобы клеили. Но мне, как творческий процесс, самой интересно стало. Я один купальник себе сделала. Про шить я не умею. Но я стразики клею только сама. А шить я не очень хорошо умею. Поэтому не берусь. Вот, я сижу и сама страза перед теликом. И мне очень комфортно. Мне очень нравится. Вот. Купальники это хобби. Нет, купальники это не мое хобби. Ой, старенькая я уже. А все, пенсионер уже. Я не хожу в солярий. Потому что у меня кожа стала очень портиться. У меня она очень сухая. И я наношу автозагар. Сеслей. Вот это тон. Вот такое, знаете, молочко с тоном загара. Вот я наношу автозагар. И там два раза в неделю. Вот такой у меня цвет кожи. Ну, как бы я сама по себе не такая уж прям белая-белая. В общем, кожу берегу. И вообще перестала ходить в солярий. Мне лучше она стала, конечно же. Намного лучше. Ну, по крайней мере, солярий очень сушит кожу. Мою лично. Поэтому я не хожу особо. Да, ровно. Но он достаточно дорого стоит. Правда, это Сеслей. Сеслей, он тысяч пять или шесть за бутылочку стоит. Ну, хватает на месяц, реально. Может, на полтора. Как мазать. Поэтому он достаточно дорогой. Но он очень прикольный. Правда. Я лучше не пробовала пока. Но он недостаточно яркий. Кто любит прям такой темный. Он не темный. Поэтому он достаточно натуральный и ровно. Белка. Грамм 120-150 всегда кушаю. Примерно все в таких рамках. Углеводов по-разному. Сейчас мне тренер новый написал схему. Схема примерно вида чередования. А здесь безуглеводные дни. Углеводные дни. Поэтому. Клэрнс, да, тоже неплохой. Кстати, я тоже его иногда покупала. Вот. Поэтому у меня какого-то вида чередования. Вот я его придерживаюсь. От нуля до 150 грамм. Тренер пока в секрете. Я его раскрою чуть позже. Если он разрешит. Потому что он говорит, что пока я серый кардинал. Ну, ничего нового. Все персонажи, все люди, которых вы знаете. Нет, у Иветы я же была полгода. Я же у нее была уже. Это было бы странно. Поэтому нет. Это не Ивета. Так, что вот так. Какие-то люди надоели уже со своими. Вот мне просто интересно. Они что, где-то в местах не столь отдаленных сидят? Потому что покажи губы, покажи сиськи. Мне это просто интересно. Они что, сисек не видели? Мне кажется, сейчас такое разнообразие. Набираешь какой-то сайт для взрослых. Открываешь. Вот тебе и сиськи. Вот тебе и письки. Любые. Вообще. Какие хочешь. Почему надо заходить в Перископ и просить сиськи с письками? Мне кажется, это очень странно. Очень странно. Нелогично. По меньшей мере. Понятно, ясно. А то я думаю, как-то... Ну, блин. Надо сиськи. Зашел, посмотрел. Полным-полно. И видео, и фото. Что хочешь. Собачки, котики, письки, жопки. Все, что хотите. Какие-то... Да. Странные дети. Что я сегодня буду делать? Сейчас я, наверное... Я, конечно, поеду на тренировку сегодня. Сейчас я поеду. Мне надо в хозяйственный заехать. И надо елочные игрушки купить, гирлянды. Вы знаете, такой прикол. Мы все больше и больше находим, что у нас пропало. У нас же няня поменялась. Короче, няня утащила с собой старый айпад, фотоаппарат, гирлянды елочные. Какой-то косметики вообще дофига она вынесла. А причем это все... Ну, у меня очень много всего. У меня большая квартира, кладовка, там вся фигня. И как бы ты сразу всего не хватилось, да? А тут, короче, что-то елку наряжать. У нас ни половины игрушек, ни там двух гирлянд, ничего нет. Нечем елку даже нарядить. Вообще, опа! Потом, значит... А где старый айпад? Открыли ящик, там лежал старый айпад. Мы им не пользуемся. Он разбитый, старый. Как бы вообще какой-то там второй или... По-моему, второй айпад. Ну, такой старенький. Где он? Ну, нет, он лежался. Но он, конечно, не нужен. Но все равно же он лежал. Я думала, что я стекло поменяю, может, маме его отдам, потому что... Мама, у меня такой чайник, я все все равно. Опа, нету. А где фотоаппарат Дочкин? Нету. Вообще... Ну, не считая того, что у меня 49 тысяч пропало, как бы, из ящика из моего... Из моей комнаты, то это, конечно, совсем все. Короче, няня... У няни Новый год удался точно. Половина всего вообще вынесло. Вообще бездумно. Я еще вещи свои не смотрела. Знаете, еще вещи надо перерыть. Пойди, там еще какие-то шмотки пропали. Правда, она 52 размера. Вряд ли она натянет. Да я знаю ее, господи. Девчонки, просто я это все проходила. У меня один раз давным-давно пропадали уже вещи. Ну, давно, лет пять назад. У нас годом работница с няней. Вот. Проблема в том, что доказать и найти невозможно. Камеры не стоят. Ну, я сейчас камеры дома буду ставить, конечно. Камеры не стоят. Доказать, что это она взяла, это вообще невозможно. Вот. И найти эти вещи тоже невозможно. Ну, что, она их куда-нибудь спрятала, продала, что к ней домой с обыском, что придут. Да, она все это куда-нибудь уже сплавила или спрятала. Ну, короче, это недоказуемо. Нервов потребят много. Как бы ничего такого очень дорогого нет, кроме денег, да. Ну, просто по мелочи. У нее какая-то клептомания, видимо, была. Вот. Она вообще уносила какие-то вещи совершенно не, ну, как бы не это самое. Ну, тренинг, я могу сказать, что у нее есть любимчики, которых она любит. И она ими занимается. А есть те, которые так, сбоку припеку, она не особо занимается. Только общие рекомендации дает. Вот. Вот. Мне как раз никто не тренировал, планы не писал. Просто говорили, вот тут подкачать, вот тут похудеть. Вот. Поэтому вот так. В чем секрет успеха? В том, что... Не, ну... Ивета подходит уже к девочкам успешным. То есть, например, девчонка заняла на области второе место. Она к ней лично подходит и говорит, я тебя к себе приглашаю. Вот. Потому что, когда человек берет потенциальных уже чемпионов, которые там вторые, третьи места занимают на чемпионатах, это понятно, что им чуть-чуть до первого места не хватает. И, в принципе, приложить какие-то небольшие усилия, и человек может на первое место встать. Вот. Соответственно, если этим заниматься, прям вот набирать хорошую команду, подходить к девчонкам, приглашать, то, конечно, почему нет? Ну, человек этим занимается, это его работа. У меня, например, нет такой цели, я команду не набираю. Да и девчонки, которые у меня там есть в команде, несколько человек, да, они ко мне прилипли просто по зову сердца. Я не смотрела на них как на потенциальных каких-то чемпионов, не чемпионов. Просто люди, с которыми мне комфортно общаться. Это, поскольку это мое хобби, это не моя работа, в отличие от каких-то других тренеров. Поэтому я просто общаюсь, дружу с девчонками и помогаю там в меру своих возможностей. Поэтому вот так вот. В принципе, если задаться целью, искать реально генетически одаренных девчонок, то, конечно, ждет успех. Все-таки человек все равно судья, и давно в спорте, наверное, глаз наметан, безусловно, и видит, когда девчонка потенциальный чемпион или нет. Сейчас говорят, что платит, я просто не знаю. Но она не тренирует сама. Вот, она не тренирует же сама. Поэтому она, наверное, по-моему, там позирование преподает. Я сейчас просто не знаю. Говорят, что сейчас она за деньги делает все. Потому что, когда я была, ничего не было за деньги. Все было бесплатно. Да, она же выступала, конечно. Спасибо, спасибочки. Загар, это Сеслей. Сеслей. Поэтому вот так вот. Сейчас я еще пять минуточек покручу. Есть кто-то, список таких тренеров. Да, тренеров много, на самом деле. Я не знаю. Просто тренеров много. Они в каждом, каждый по-своему как-то неплох. Поэтому главное найти человека, который тебе по душе и по, не знаю, как-то, ну, вы с ним сходитесь характером. Это очень важно. Да я не знаю, девчонки, я же не общаюсь сейчас ни с ней, ни с ее командой. Я вообще не знаю. Вот спросите у человека, чего там, как там. Я вообще не знаю, я даже не смотрю. Да я тональникам не пользуюсь, я только биби-кремом пользуюсь. Шанель или Герлен. Вот у меня Герлен сейчас я люблю в основном начинать. Как тренировать? Ну, я первое, надо смотреть, там жир или мышцы. Поэтому кто-то мне говорит, ой, у меня такие мускулистые ноги присылают. А там такие две худые сосиски Skinny Fat. Вот человек считает, что у него ноги накачаны. Поэтому это все очень условно. И оценки себя тоже очень условны. Поэтому надо, чтобы человек посмотрел, потрогал. Если там мышцы, то один режим тренинга. Если там жира много, поэтому они большие, то другой режим тренинга. А если там и жир и мышцы, то это уже третий режим тренинга. Это все надо смотреть. А так вот на слово, в комментариях давать консультации. Это я не умею. Я не гадаю. Спасибо большое, нам очень приятно, что мы вам не надоели еще. Я кручу полчаса. 25-30 минут. Да, я буду позировать. Да, и ролики будем записывать, видео все будем делать. Есть мужчина-тренер, да, который может подготовить к бетине. Мой новый тренер тоже мужчина. По секрету вам скажу. А вы уже гадайте. Ну, гадать мне нелегко, скажем так, внезапно. Поэтому он пока остается в тайне. Если он захочет, потом посекретится сам, очень скромен. Сколько упражнений? Смотря сколько подходов, смотря сколько повторов. Сколько упражнений? 5-6. 5-6 упражнений. 7. Поэтому назовем его мистер икс. Мистер икс. День рождения будет в феврале у меня. В феврале. Привет, привет. Вы мне подарки давайте готовьте пока. К февралю. Да я шучу, конечно. Я с вами по любви, мне подарки не нужны. Я не такая, между прочим. Нет, я принимаю БЦА, принимаю протеин. И, в принципе, и глютамин, и все. Отдельно никакие аминокислоты не принимаю. Как мне тренер велит, так и делаю. Велит вот так, так и делаю. Что делать? Надо слушаться, если я слушаюсь. Голова с плеч. Очень строгий тренер у меня. Он меня побьет. Какой фирм? Ну, сейчас геон у меня. У меня контракт с геоном. Поэтому я ем геон, потому что мне просто коробками его привозят. Абсолютно бесплатно. И поэтому мне кайфово. Какой подарок хочу на ДРМ? Знаете, я что-то мне втюкнула в голову. Хочу шубу. Соболиную хочу шубу. У меня есть короткая. Но что-то она короткая, попа голая. Я уже старенькая. Мне надо, чтобы поясничка, попа была в тепле. И хочу длинную шубу. Соболиную. И что-то, короче, вот думала, думала. А сейчас думаю. Такая погода в Москве. Я шубу одевала раза три, наверное, за декабрь. Я думаю, ну зачем мне шуба? Я не понимаю. Как бы зачем в Москве шуба, уже мне не ясно. Вот. И иногда думаю вообще, нафиг она нужна. Ну, вроде как-то вот, не знаю, какие-то во мне тайные желания просыпаются. Но я понимаю, что это не очень практично. Сегодня будут новые программы выложены на сайт уже. Насколько я понимаю. Сейчас вот как раз мы этим занимаемся. Вчера я их дописала, скинула. И уже сегодня должны их выложить, наверное, к вечеру выложат на сайт. Девчонки сейчас как раз этим администраторы занимаются. Вот так вот. Поэтому, что я еще хочу? Вы знаете, у меня, честно говоря, все есть. Особо ничего не хочу. Машина, в принципе, новая. В машине год всего. Вот. Потом, что еще там мне хотеть? Да, хотеть нечего. Украшения я особо не ношу. Часы не люблю. Поэтому ничего не хочу. Я не знаю. У меня все есть. Поэтому я, честно говоря, сейчас все свои силы, все вкладываю в бизнес, инвестирую. Поэтому у меня сейчас другие немножко приоритеты. Ой, сумочки, платочки. У меня их, знаете, сколько? У меня их складывать некуда, честно скажу. Я чуть уже как-то совсем остыла. Сумочки, платочки. Все это у меня и так есть. И так это регулярно покупается. Покупаются. Поэтому и постоянные сумочки, платочки. Все это есть у меня. Вот. Поэтому я что-то не знаю как-то. Постоянно. Ну, для меня сумка не подарок. Мне просто сумки просто так, без повода покупают. Поэтому на день рождения... Я что-то прямо сейчас задумалась очень крепко, что я буду спросить. Да, не знаю, наверное, просто очень клевый, наверное, подарок. Это брать деньгами и просто вкладывать их. Сейчас ко мне приходят такие мысли. Чем? Потому что уже какие-то шубы, там, цацульки или что-то, мне кажется, это для глупых девочек подарки. На курорт я и так еду. Я сейчас вот поеду на курорт. Нет. Это тоже как бы не подарок, потому что мы и так ездим. Что же за бизнес? Ну, сейчас с рестораном у нас история, да? Мы делаем доставку еды. Вот. Здоровая фитнес-еда. Про вкус называется наша компания. Совместно с рестораном Friendly, с профессиональным шеф-поваром мы делаем офигенно, очень вкусные, деликатесные истории. Вот. Поэтому, собственно, вот. Еще у нас есть одна идея по бизнесу, которую мы хотим развивать. Ну, сейчас Новый год, сейчас мои партнеры улетели, прилетят, мы будем думать на эту тему. Есть еще одна история, которую мы, возможно, замутим, пока не буду говорить. В общем, очень-очень много хочется каких-то бизнесов, дел, которыми можно заниматься с удовольствием. Я сейчас кайфую и вникаю во всю эту историю, и вроде бы неплохо пока получается. Самой очень нравится многие вещи делать. Франшиза, да подождите, у нас только пока стартап, мы только начинаем на ноги вставать. Верю в астрологию, верю. Поэтому пока вот так вот. Пока никаких франшиз, вы что. Когда будет какой-то успех уже, компания достаточно успешная, тогда уже можно думать на эту тему. Пока все это так еще. Да, пока есть предзаказ, пока есть, конечно, клиенты уже, которые хотят. Сейчас мы будем звездам рассылать всяким разным нашу еду. Мы пока в тестовом режиме работаем. Но сейчас, да, уже очень много народу интересуется. Нет, у нас в ресторане есть фитнес-меню во Френдли на Мичуринском проспекте 27, торговый центр Тиара. Там, значит, салаты 200-300 рублей, горячие 300-400-500 рублей. То есть цены вот такие. Самая дорогая позиция в меню 700 рублей стоит. Это какой-то стейк-ребай, по-моему, насколько я помню. Поэтому, соответственно, чеки небольшие. У нас концепция заведения такая. Плюс там очень прикольно, стильно, красиво. В выходные играют диджеи, какие-то шоу проходят, стендапы, камеди. Поэтому очень клево. Ресторан, посадка полная, выходные, как правило, даже столов не бывает. Поэтому приходите. Это по меню. Но мы рассылаем рационы с доставкой в термосумочке в красивой брендированной упаковке прямо на дом. У нас рациона пока будет два. 1400 калорий, 1400-1500 калорий. И на 2200 калорий. Ну, там как бы у нас несколько дней. Мы неделю можем развозить. И каждый день это будут разные варианты. Ну, вот колеблется калораж. 1400-1500. Вот так. Значит, естественно, там правильные углеводы только сложные. Много белка. Правильные жиры. Да, есть предзаказ. Можно пока пробовать звонить, предзаказывать. И с 18 января мы уже в полном режиме работаем. Вот. Есть еще несколько идей по бизнесу и по развитию данного бизнеса. Мы там планируем начать работу еще там фитнес-снеки всякие, которые уже можно будет запустить в производстве, потом продавать. Ну, куча-куча на самом деле интересных областей. Главное, есть у меня единомышленники, которые тоже такие же сумасшедшие, как и я, легкие на подъем. И мы готовы генерить, работать, не покладая головы, рук и ног. Поэтому много интересного, чего вас ждет. Я, конечно, хоть и блондинка, но, видимо, не настолько. Работать я умею, люблю. И надеюсь, что куча-куча всего вас скоро ждет интересного. С моим участием. Где нашла партнеров? Да, они сами меня нашли, по сути. На самом деле, так получилось, что девушка, которая владеет этим заведением, она у меня тренировалась, пришла ко мне потренироваться. И мы что-то как-то... Ну, она в Инстаграме на меня была подписана, пришла потренироваться. Мы как-то начали общаться. И тут мы тренировались, тренировались. И тут она мне говорит, послушай, а что бы вот... У нас ресторан есть, что бы не замутить? Я говорю, ну, да правда, а что бы не замутить? Я-то только за. Ну, давай, сели и придумали. А давай сделаем вот так. Давай, все. И замутили вот такую вот историю. Ну, сейчас у нас уже полет фантазии. Мы уже мутим другие-другие истории. Просто сейчас все улетели, все отдыхают. И очень сложно развивать бизнес в таком ключе, когда все в режиме выходного дня. Вот такие вот дела. Все, я докрутила кардио свое. Сейчас пойду кушать уже. Наконец-то. Дочка у меня нарядила елку. Хотите посмотреть? Я чуть не офигела. Дочка с папой. Приехал папа, короче, никого дома не было. Они достали елку, нарядили. Ни гирлянду не повесили, не расправили, короче, ветки. Кривая, короче, кривая покосившаяся елка. Вообще наклонилась на бок. На ней полторы игрушки. То есть там вообще даже игрушек нет. Она не расправлена. Она как на бочку лежала. Вот так они поставили веточки, не расправили. Она с одного бока вся замятая. Представляете? Я говорю, что за елка такая? Ничего не повесили, ни гирлянды, ничего вообще. Вообще такая уродская. Стоит косая елка, с одного боку полностью плоская. Сейчас вот поеду гирлянды покупать, потому что нет у нас гирлянды. Вот смотрите, какой мне диплом дали. Видали? Вот так вот. Журнал шеет меня на городе. Да я тоже. Я честно бы сейчас завалилась и спала. Но проблема в том, что кто же кроме меня-то? Вот. Мои всякие разные. При бомбасике. При бомбасике всякие разные лежат. Ну да, главное, с папой они там какое-то... Творчество замутили, слава богу. Потому что, конечно... Что у нас тут имеется в холодильнике? Ничего интересного. Ничего интересного в холодильнике не имеется. Хотите, посмотрите. Мой холодильник. Творожок. Это не мое. Это дочка. Дочка ест такие. Сосисики это не мои. Йогурт, масло. Ничего интересного. Грудки стоят. Томятся. Паровые котлеты. Какая-то там лапша. Яйца, яиц, 30 штук. Грудки, 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 грудки. Грудки. Вот. Что еще? Молоко. Минерал. Ничего нету больше. Грифруты. Мандарины. Очень скромно мы живем. Ничего интересного у нас нету. Как в школе сейчас? Да хорошо я училась. На четверке, пятерке училась. У меня только себя по математике, по геометрии были, по физике тройки. Потому что я гуманитарий. Я офигенно писала сочинения. Я очень хорошо там история, литература. Это у меня всегда было все очень круто. Но, к сожалению, математика мне не дается. Никогда не давалась. Чем я буду завтракать? Я буду завтракать сейчас. Сейчас я буду завтракать. Буду делать и яички. Буду делать яички. Как попасть на тренировки? Никак, девчонки, не набираю никого сейчас. Я думаю, что после Нового года потихоньку буду прекращать вообще тренировать. Потому что, учитывая, что мы открыли нашу компанию, бизнес, мы не можем, я не могу физически, мне очень сложно успевать и на работу ходить, и работать, и тренировать. Это для меня офигенно сложно просто физически. Да, вот мой завтрак будет. Сейчас сделаю яйца. Потом на второй завтрак я поем овсяночки со стылией, просто обычно с водичкой запаренной. Потом я буду кушать грудки, овощи. Вот. Ну, такой режим у меня. На ночь творожок поем. В течение дня пару каких-нибудь хлебчиков скушаю. Ну, как-то так вот, спокойно. Грудки, мяско, рыбку поем потом. У меня рыбка еще есть. Вот. Такие вот дела. Ну что, все. Вопросов нет. Позинг начнет с января, кто-то там спрашивал. Поэтому я скажу, когда. Я, конечно, позинг поведу, может быть, в месяцок, может быть, два. Но явно это не будет до апреля, потому что я сама выступаю. Вот. Смотрите, кстати. Так выглядит наша еда. Ну, это один из дней. Один из дней. Пример тут. Небольшой. Вы знаете, новый поза, да. Я вот сегодня фотки тренеру отсылала. Я в новой позе там стою. А он мне, короче, говорит тренер, говорит, ты стоишь неправильно. Там должна быть какая-то ось там туда-сюда. Переносить вес тела надо туда. Сюда, и, короче, показывается, что я стою неправильно. Поэтому буду отрабатывать, безусловно. Прикольно. Смотрите, буклет какой-нибудь. С одной стороны, с другой стороны. Опа. С января только запускаем. Сейчас учтем все ошибки. Белка будет 120 грамм. Белка будет больше. Вот. Такие вот дела. Это меня дочка посадила. Смотрите, тут мусор она кидала. Это она тут сажает, знаете, такие наборы. Вот такие вот есть. Цветочки сажать. Вот она, короче, она сажала этих цветочков. Вот у нас тут целая оранжерея на окне стоит. И мы тут ждем ростки. Короче, мяту посадила, чабрец, чтобы мама чай пила. С мятой, с чабрецом. Будем ждать. Тренер пока не скажу. Пока, может, вообще не скажу. Пока он сам не захочет, чтобы я его разгласила. Пока мы в секрете это держим. Может, потом ближе к соревнованиям все узнают, кто мой тренер. Вы его все знаете. Вот. Ладно, девчонки, пошла кушать. Мальчишки. Мальчишки и девчонки. Пойду кушать. Всем хорошего выходного дня. Всем пока. Всем хорошего настроения. И увидимся еще в перископе.